Еще я хотела добавить, я говорила об этом, но, может, не сильно сакцентировала внимание в самом начале, что когда Алиф-команда проходит подготовку, обязательно в подготовку Алиф-команды включить такую тему, как антисемитизм. Есть на кассетах, на дисках эта тема Бориса Сауловича Гриценко. Обязательно, это должна быть отдельная тема, антисемитизм. Это при подготовке Алиф-команды, в самом начале можно давать. При Алиф-клубе, да. Ну, это уже ближе, наверное, к середине. Ну, к середине, я думаю, что к середине. Хорошо, значит, ну что же, мы переходим к новой теме, прохождение, само прохождение Алиф-клуба. И давайте мы сейчас, ну, мы не будем повторять, но все-таки мы помним, мы верим в то, что вы помните, какими же, какими методами, способами мы приглашаем людей на Алиф-клуб. Вспомнили, да? У нас все записано, мы это два раза повторяли. И я еще хочу напомнить о том, что на самом концерте, когда мы проводим хороший концерт, служит команда попечителей. Достаточно подготовленная, хорошая команда. Кто же эти попечители? А вот как раз эти попечители, это члены Алиф-команды. Они уже прошли подготовку, они уже готовы принимать людей. И на самом концерте или на каком-то мероприятии эти люди начинают знакомиться, подходить к новым людям, знакомятся с ними, помогают им заполнить анкетки, вот как лотерейные билеты. Они берут их координаты и обязательно они оставляют им приглашение на Алиф-клуб. Когда все новые люди получают эти приглашения и приходят на праздничный ужин, на первый праздничный ужин. И как же это все происходит? Помните, мы говорили, что у нас был случай, когда на первый праздничный ужин пришло 120 человек. Мы, конечно, слава Богу, что мы их приняли, что у нас нашлось каждому человеку место. Это было хорошо продумано, потому что мы увидели размах концерта, мы увидели, сколько тогда пришло человек на концерт, сколько было евреев на концерте. Я вам хочу сказать, что даже когда мы потом пересматривали анкеты, мы молились за эти анкеты, которые послужили потом лотерейными билетами, но у нас остались их координаты и их адреса, этих людей. Мы молились, мы вспоминали, вы знаете, как команда собралась, ой, говорит, а вот я этого человека помогал заполнять эту анкету. Вы знаете, все равно оно где-то все всплывает, и мы все равно вспоминаем, может, не всех людей мы вспомним, но наша команда все равно вспоминает этих людей. И мы обязательно за них молимся и их ждем, этих людей. Тщательно готовимся к праздничному ужину. Это что-то, знаете, как нулевая встреча, как у нас была нулевая встреча Али в команды, так это нулевая встреча Али в клубах. И вот сейчас я покажу, у нас есть... У нас есть план первого праздничного ужина. Если хотите, вы можете записать для себя этот план. Но перед тем, как сказать этот план, я хочу сказать, что должна быть очень хорошо подобрана команда. Команда не только Али в команде, но еще людей, которые будут помогать. Вот команда вспоможения. Вот представьте, человек приходит в новое место. Он не знает, куда он приходит. Его пригласили. Он не знает, будем говорить, что... Его пригласили на праздничный ужин, на праздничную встречу. И вот он идет с ожиданием чего-то. И насколько человеку приятно, когда он подходит к этому помещению. И скажу еще немножко за помещение, что помещение должно быть хорошо подобрано. Оно желательно, чтобы оно было в таком месте. Но у нас город небольшой, и мы стараемся, чтобы это место было где-то в центре города. Для того, чтобы можно было человеку хорошо приехать и уехать, рядышком должны обязательно находиться остановки. Место должно быть хорошо, ну, подход был, подъезд к этому месту хороший, подход, освещение. Это все нужно смотреть на это помещение, чтобы оно было даже внешне. Знаете, вот приходишь, и такое приятное внешнее помещение. И человек приходит к этому помещению. И недалеко от дверей стоит красивый парень или приятная женщина, улыбается. Самое главное, красота в чем заключается? Не во внешности, а именно в открытости, правда же? И улыбается, и встречает всех людей. Очень важно. Вот, знаете, первое впечатление — это встречающий. Он приглашает людей зайти в помещение. Шалом, добрый вечер, здравствуйте, мы рады вас видеть. И опять же повторю, что это должно быть обязательно искренне, от чистого сердца, от открытого сердца. И проводит человека в зал. В зале его тоже встречают. Алиф — руководитель малой группы с помощником. Он желательно, чтобы он находился за столиком, потому что он за столиком будет принимать людей. А в зале стоит человек, или несколько человек, которые тоже встречают людей, говорят им хорошие слова и проводят их к столику. Как же мы можем узнать, кого к какому столику подвезти? Я вам хочу сказать, вот тут играет несколько факторов. Это и водительство Духа Святого. Это и то, что мы уже знакомились с людьми, с некоторыми на концерте. Может, вот просто человек увидел меня, вот я вот с Фаиной познакомилась на концерте. Она ко мне подходила. Я уже знаю, что ее зовут Фаина. Но вот моя первая вот такая вот реакция. Я, конечно, захочу подойти к Фаине. И это нормально. Это хорошо. Вот человек говорит, вот я хочу пойти за тот столик, и там вот моя знакомая сидит. Пожалуйста, проходите. Но мы должны очень быть внимательными, чтобы столик один не был слишком перенасыщен людьми, а на второй столик попало только, например, два или три человека. Когда за тот столик стремятся сесть семь или восемь человек. Мы в очень мягкой форме предлагаем людям все-таки пройти за этот столик. Также мы учитываем возраст людей. Учитываем то, что когда приходит семейная пара на Алиф-клуб, она обязательно должна сесть вместе. На Алиф-клуб также могут прийти люди, которые знакомые или родственники их самих служителей. Мы же тоже приглашаем, правда, своих знакомых, своих сотрудников, своих родственников. И здесь важно, чтобы этот человек не попал к нам за столик, чтобы он сел за столик рядом. Потому что отношения... Почему? Ну вот пришел ваш сотрудник с работы, сел к вам за стол, и он уже к вам относится, знаете, такие вот понебратские или родственник ваш. Такие отношения. И он вас знает, и он может к вам больше прилепиться. Вот он ухватится за вас и будет только возле вас. А мы же должны развивать дружеские отношения со всеми. Какие еще моменты могут быть, когда мы рассаживаем людей? Нужно учитывать также, когда приходят люди с детьми. Очень тяжело будет, если, например, за один столик попадут мамы, допустим, пять мам, у которых будет пять маленьких детей. Согласны? Это немножко будет выносить такую сумятицу, даже в тот же ужин. Ну, ничего страшного, если что-то будет, все-таки это произойдет, потому что, может, три мамы, они захотят прийти с детьми, и они захотят сесть все вместе. Но на следующую встречу можно мягко предложить людям перейти за другой столик, потому что некоторые нюансы не могут быть уже видны. Это все, знаете, зависит от нашего отношения к людям, от того, как мы с ними познакомимся, как мы завоюем их доверие. Это многое зависит очень сильно от нас. Понятно, да? Вот. И люди пришли, наконец-то люди расселись, и мы начинаем с людьми знакомиться. Мы знакомимся с людьми. И у нас, у всех, что есть, вспоминаем, бейджики. Мы знакомимся, у нас уже у всех, у служителей есть бейджики, и мы знакомимся, и даем людям бейдж. Вы знаете, что после встречи, вот мы, у нас была практика, мы эти бейджики собирали, люди оставляли за столиком, и они уходили домой. На следующий раз они приходили, и мы им вешали опять, давали, чтобы они цепляли себе бейдж. Это для чего? Для того, чтобы люди не забывали бейджики дома, потому что бывает такое, что они забудут. И, вы знаете, достаточно 3-4 встречи, чтобы люди были с бейджиками. Потом уже люди достаточно хорошо знают друг друга. Люди сели, и начинается знакомство. Вот здесь перед тем, как начать уже действительно встречу или в клуб, а все равно кто-то придет раньше, кто-то придет позже немножечко. Мы знакомимся, мы спрашиваем, как вы к нам попали, кто вас пригласил. Ну, вот такие задаем, такие нейтральные вопросы. А вы сами пришли, или кто-то еще с вами пришел. Такие нейтральные вопросы. У меня есть план первого праздничного ужина. Вам продиктовать, вы запишите его, или... Я думаю, чтобы на ксерокс снять, если будет возможность. Но, может, все-таки кратко продиктую. Вы запишите. Очень хорошо, когда вся информация, она находится в одном месте, вот в той же самой тетради. Приветствие. Первое. Приветствие. Расшифрую сейчас. Шалом, дорогие друзья. Мы еврейско-мессианская община. Тут же мы можем рассказать немножко о прошлом Али в клубе, который был. Кто мы, что мы. Знакомимся. Два. Песня «Старое еврейское местечко». Здесь такая песня «Старое еврейское местечко». Никто не слышал этой песни? Здесь может быть любая песня, такая нейтральная песня, еврейская, хорошая песня. Мы говорили о том, что мы приглашаем на Али в клуб. Хорошо, когда есть музыкант, клавишник, который может подхватить, подыграть людям. Но если нет такой возможности, очень хорошо использовать сейчас современные средства. Это ноутбуки, проигрыватели, DVD, ну и другие. Пишем фонограмму, можем даже сами попеть. Или просто пустим песню, песня звучит, мы подпеваем. Три. Приглашение к ужину. И сам ужин. Ужин проходит в простоте, в общении, радостно. Продолжаем дальше знакомиться, общаемся. Вы знаете, что ужин на Али в клубе проходит около 30 минут. Не 15, не 10, быстренько. А 30, ну даже иногда, может быть, даже 40 минут проходит. Для чего? Как вы думаете, для чего такой длительный ужин? Да, знаете, такая хорошая еврейская тема. Вместе покушать. И поговорить. Да, да. Мы продолжаем общаться, мы продолжаем, мы кушаем, не торопясь. Знаете, вот такой хороший. Вообще, когда мы кушаем, ну еда располагает. Правда же? Вот, когда люди садятся за стол и вместе кушают, это уже подразумевает какие-то хорошие, такие близкие отношения с этими людьми. После ужина может кто-то выйти из служителей, рассказать какую-то майсу, какой-то хороший еврейский местечковый анекдот, какую-то историю. Вы знаете, у нас есть хорошая книга, у нас написал житель нашего города, рассказы по-бердичевски. Там такие небольшие вот рассказы майсы. И люди, которые живут в Бердичеве, они знают о тех местах, о каких рассказывается. Они даже помнят тех людей, о которых рассказывается в этих майсах. Им очень интересно. Да, а вы можете рассказы, анекдоты про Одессу, действительно. После вот такого хорошего продолжения ужина легкого, после майса, анекдотов, можно опять попеть. Песня, вот мы включили праздничный ужин, песня «Березы». Она такая, знаете, лирическая, хорошая песня о тех евреях, которые вместе жили, и потом, которые все разъехались в разные стороны. Нет, это пункты пишите. Это «Березы» — это уже пятый пункт. Но это мы просто говорим структуру своего алиф-ужина праздничного. У вас, может быть, совсем другое, но чтобы просто было вам от чего отталкиваться. Шесть. У нас алиф-курс проходила замечательная такая женщина, такая еврейская бабушка Фейна Моисеевна. Она очень всех любит. Она любит говорить. Она такая, знаете, такая интеллигентная еврейская бабушка. И когда мы... Она может... Вот, знаете, это, наверное, единственная женщина, которая может на шаббате, во время даже проповеди, встать и сказать что-то пастырю. Она может сказать Равину, «Рэбэ, как вы хорошо и правильно говорите!» Знаете, вот. И это хорошо. Знаете, это же по-семейному. Вот. И Фейна Моисеевна у нас тогда... У нас когда-то была история на шаббате. Я к этому... Как это похоже. История на шаббате. К нам приехал друг. Он пастырь-служитель церкви из Полтавы. И мы так дружим с этой семьей. И он у нас проповедовал на шаббате. А он первый раз был в мессианской общении. При том, при всем, что он сам еврей, пастырь церкви, и в мессианской общении первый раз. И вот он проповедует. И когда он начал проповедовать, в какой-то момент он затронул вопрос времени, когда вот эта ситуация со сберегательными книжками, когда деньги у людей пропали, да, и он затронул этот момент. Чтобы вы услышали, тут наши еврейские тети. А это же тема, о которой хочется поговорить. Они начали ему что-то говорить от себя, как они понимают, что тогда произошло. Он в какой-то момент растерялся. Он не понял, что происходит. Он думал, что он что-то не то сказал. Ему или какие-то замечания. То есть он не привык, что можно во время проповеди еще от кого-то что-то слышать. И это как дополнение, как общий разговор. Я помню, он после проповеди, после служения говорит, слушайте, я аж растерялся, я не мог понять, что происходит. А наши услышали. А вот, о, мы об этом хотели поговорить. Им нужно было что-то сказать. Я помню, конечно, мы тогда так насмеялись. Это было со стороны, конечно, очень смешно. Вот эта Фаина Моисеевна в простоте может тоже что-то рассказать. Мы ее очень любим. Она любит поговорить. Мы ей даем периодически говорить в хороших отношениях. Поэтому, когда она прошла Али в клуб, можете себе представить, ей оказалось еще что больше поговорить. То есть у нее, да, возможностей прибавилось. Поэтому мы думаем, ну, есть такая возможность. Мы начинаем новый Али в клуб. Почему бы Фаине Моисеевне не просвидетельствовать о том, как она проходила клуб? И тут Фаина Моисеевна встала и рассказала красиво о времени, когда она подружилась со всеми, кто и молодой, кто и постарше, и как ей было хорошо. Да, и, знаете, Фаина Моисеевна всегда говорит спасибо. Вот она начинает с таких слов благодарности. Потому что я вам хочу сказать, что в наших еврейских кругах ее же хорошо знают тоже. Наши люди ее знают. И замечательная женщина. Вот. И когда она говорила вот тогда на ужине, когда были люди, евреи, другие, они слушали внимательно. Ну, это было хорошо. Я хочу сказать, что всегда найдется какой-то человек, который может хорошо рассказать о том, что было с ним на предыдущем клубе. Правда же? Это шесть. Это свидетельство людей, прошедших предыдущий клуб. Семь. Презентация самого клуба. Вот здесь включаем фантазии. Если, когда мы проводили первый Алиф-клуб, мы дали людям задание, когда самый-самый первый клуб проводили, у нас еще как бы не было слишком много о чем говорить про Алиф-клуб, потому что мы сами только начинали. Этот Алиф-клуб. И мы дали людям задание придумать гимн, придумать герб к Алиф-клубу. Ну, правила у нас уже, правда, были. Вот. И люди, которые пришли на первый Алиф-клуб, они вот сами разработали герб. Опять же, это то время, когда люди могут собраться вместе, между встречами, и поговорить, что-то вместе придумать, проявить творчество. Они придумали герб. Очень интересно. Там агенда вида посередине. Ну, такое вот... Это, опять же, творчество. Это творчество каждой малой группы. Потом можно презентовать каждый герб, можно рассказать о каждом гербе, и можно выбрать какой-то один, который больше всего подходит Алиф-клубу. То же самое и гимн. Вот у нас есть гимн Алиф-клуба. Вот такой. Мы даже его напечатали. Тоже придумал человек, который пришел на Алиф-клуб впервые, который творческий. И он придумал такой гимн. Давайте я вам сейчас его прочитаю. Я петь немножко не умею. Попробуй как спеть. Спеть, да? Хорошо. Есть такая песня КВН. Та-дам, та-дам, та-дам. Значит, я пою. Ну так, ну все нормально, да? Снова в нашем зале. В нашем зале нет пустого места. Это значит скоро. Скоро время уже начинать. Снова мы собрались. Дружно вместе пообщаться. Пусть же в каждом сердце будет радость и покой. Мы начинаем Алиф-клуб. Для кого? Для чего? Чтоб не осталось в стороне Никого, никого. Да не решить нам всех проблем, Не решить всех проблем. Пусть станет радостнее всем, Веселей станет всем. А кто придет к нам, Валя, в клуб, Кто придет, пусть придет. Он друга тут себе найдет, Друга он себе найдет. О, Боже, ты благослови, Ты его благослови, Ты веру дай ему найти, Веру дай к тебе прийти. Хороший. Знаете, вот этот человек, который был... Вы знаете, что это человек, который был тогда еще практически неверующим, и вот он написал такой гимн. И мы его до сих пор поем. И когда на праздничном Алиф-клубе, на праздничном Алиф-ужине, первом Алиф-ужине, когда, если у вас уже есть этот герб и этот гимн, очень хорошо, когда вся Алиф-команда вместе споет этот гимн, расскажет, что есть такая хорошая песня, что мы, опять же, мы... В чем заключается презентация Алиф-клуба? Мы клуб. Мы открытый клуб. Мы незакрытое общество. Мы открытый клуб. Куда может прийти любой желающий человек, любого возраста. Да, это же надо так рассказать, что больше такого вы нигде не встретите в городе. Вот. Люди приходят. Они это все слышат. Вы знаете, это же такое новое, знаете, клуб. Мы привыкли к организациям всяким. Вот. А здесь такой клуб. Вот. Тут спели гимн, показали герб и рассказали обязательно о правилах. Такие красивые, можно вывесить красивые два правила. Первое правило. Не перебивать друг друга. И второе правило. Время прохождения. Два часа. Ну, вот мы пишем, например, если, допустим, с 14 до 16 или с 16 до 18. Мы начинаем вовремя и заканчиваем вовремя. Вы знаете, у нас есть такая такая вот интересная, мы придумали такую фишечку для того, чтобы все люди приходили вовремя. Мы вот так вот сказали, что кто? Три человека, которые придут первыми, будут получать призы. Вот. И мы давали призы. Мы так думали, конфетки какие-то, там, календарики хорошие. Вот. Мы давали этим людям призы. Вот. И знаете, как вы думаете, а кто первый приходил вообще? Да. Еврейские бабушки. И знаете, они приходили не за конфетками. Они просто приходили, потому что вот люди, они и пунктуальные, я хочу сказать, ответственные. И потому что надо еще хоть чуть-чуть побольше побыть друг с другом. А если, допустим, идет Алиф-клуб, да, и там уже найдет час, и тут приходят там три или четыре человека. Как вы поступали в такую ситуацию? Когда приходят люди опоздавшие, ничего страшного. Они опаздывают. У человека всегда есть какая-то причина. Если этот человек приходил на Алиф-клуб, мы же должны быть открыты к новым людям. Мы должны всячески их не отпугнуть и не оттолкнуть от себя. Тихонечко всегда есть служитель, который, он стоит где-то у дверей. Он тихонечко возьмет и проведет этого человека и посадит за столик. Если же этот человек впервые пришел, точно такая ситуация. Он с ним тихонечко поздоровается в дверях и проведет и посадит за столик. Этот человек, он уже видит, где можно, куда можно посадить человека. Этот служитель, который будет стоять у дверей именно в помещении, он тоже должен быть очень и очень внимательным. Потому что он же должен понимать, куда же можно этого человека посадить. Куда можно посадить молодого 25-летнего парня. который придет. Или, например, куда можно посадить... А? Да. Ну вот. Вот. Хорошо. Мы презентовали Алиф-клуб. Презентовали гимн, презентовали герб, правила. И переходим дальше. И тут хорошо бы вот после презентации наших людей на Алиф-клубе порадовать. Что же может еще порадовать наших людей? Это выступление детей. Правда же? И хорошо, когда наши дети, дети из общины. Вы знаете, это очень хорошо для самих детей. Они же куда-то идут выступать. Это хорошо для детских служителей, которые готовят их. Это хорошо для людей, которые на Алиф-клубе. А для родителей, чтобы потом сказать родителям, которые пришли с детьми на Алиф-клуб, что вот эти дети ходят к нам в общину. И ваши дети потом точно так же смогут и танцевать, и петь, и показать какую-то сценку. И очень интересно, когда дети выступают. Они там какую-то песенку споют, какую-то разыграют или разыграют песенку какую-то, станцуют что-то. Знаете, сердце мам, оно же всегда такое просто к детям чувствительное. Иверейское наше сердце, но когда выступают наши дети, это просто замечательно. Я хочу сказать, что очень важно на это обратить внимание вот за столиком руководителям малых групп, потому что каждая мама, каждый папа, он переживает за детей, правда же? Он любит своих детей и переживает за то, чтобы дети не окунулись в тот мир, который сейчас за окном у нас. Вы знаете, вчера у нас был такой пример в магазине. Два парня подошли к девочке, мы зашли продуктов купить, и девочка на кассе сидит, и два парня подошло. Вы знаете, парни с черными длинными волосами, с сережками, запах спиртного, свастика, черепа, вот такой, и вот они говорят, а девочка такая хорошая, такие глазки, такая пусечка такая, вот, и такая, мне кажется, даже еврейская девочка, такая, правда же, такая хорошенькая. И они к ней подходят, и вот они начинают есть что-то, говорить, у них какая-то группа неформалы какие-то, они хотят с ней познакомиться. Она такая, нет, 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 вот я не хочу там с вами знакомиться. Эти ребята ушли. И эта девочка так, ну, подняла нас глаза, она по имени. Она задает вопрос. Она задает вопрос, ну скажите, ну вот за кого тут выйти замуж? Ну что интересует? Найти хорошего мужа. Да, где найти хорошего мужа? Ну, конечно, 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 да, конечно, подсказали, где найти. Я хочу сказать, что каждая мама, она переживает. Мама девочки переживает, чтобы девочка нашла хорошего мужа, правда же, выросла, нашла хорошего мужа. Мама тех ребят, она тоже переживает. Она хочет, чтобы дети нашли правильный путь в своей жизни. Хорошо, когда это время у них пройдет, и они просто образумятся и станут на верный путь, а если нет? Все родители переживают за это, чтобы дети были устроены хорошо, и поэтому очень важно родителям именно обратить внимание на наших детей. После танца можно с людьми хорошо поиграть в какую-то хорошую игру. Это уже, опять же, полет творчества. Это может быть игра на знакомство какая-то, если людей не очень много, тут же снежный ком можно пустить. Если людей много, еще какую-то можно, можно в какую-то игру поиграть. Вот первые игры хорошо, это за столиками, командные такие. После игры, игра у нас была под девятым номером, это я структуру рассказываю, после игры песня. Опять же, хорошая, такая еврейская песня. Одиннадцать. Викторина. Можно взять библейскую викторину элементарно. например, ну что, как звали первого человека. Наверное, все знают об этом, правда же? Вот. Ну, еще какие-то вот по этому принципу. Можно 10, там 12 вопросов, это уже на ваши. Можно, да, можно не библейскую. У нас еще такая еврейская есть викторина, где больше проживает евреев, в какой стране, в Америке, в России или в Израиле. В Америке, да. Это логическое заключение, да. Хорошо. Значит, после викторины можно опять все вместе. Уже не концертный вариант песни, которая звучит там от музыкантов наших, но можно уже песню такую взять, которую могут спеть все. знакомая, может быть, это детская песня какая-то, знакомая, хорошая песня. Вместе весело шагать по просторам, ну, или еще что-то. Вы увидите, что эта встреча, она больше такая похожа еще на концертную, ну, такая вот. После песни здесь можно включить наши свидетельства. Говорят люди из команды, говорят приглашенные с Али в клуба, там несколько, может быть, свидетельств. Они рассказывают о своих изменениях в жизни, о том, как Бог поменял жизнь. Потому что в знакомстве, когда мы вначале говорили, мы представляли, мы говорили о том, что мы верующие, что мы еврейско-мессианская община. Вот. И здесь вот свидетельства. Тут можно еще, вы знаете, взять такую небольшую тему, как в это же включить. Жизнь с Богом скучна или не скучна? Такая, знаете, нулевая тема. Она может быть небольшая. минут на 15, может, 20, плюс свидетельства, 30 минут займет времени. Много, да? Может, меньше. И после этого, ну, это все нужно вам посмотреть по времени, все рассчитать, может, что-то убрать, может, что-то добавить. Как у вас будет со временем? Потому что все-таки игры, выступления детей, это все занимает достаточно много времени. Можно что-то пересмотреть. Мы даем приблизительную структуру, приблизительную схему. И, ну, вот у меня в практике было лучше, когда на первом, на первой встрече, на презентации, когда говорилось недолго, говорилось минут 15, говорилось нулевая тема о том, что такое быть верующим человеком. Но при этом у меня я не использовала явно, ну, мне было достаточно одного свидетельства, когда мы до этого планировали, а когда уже подавалась тема, вот эта небольшая, о жизни верующего человека, я в этой теме использовала именно высказывание знаменитых людей. То есть это не свидетельство было внутреннее, а именно высказывание знаменитых людей о том, какой у них взгляд на мировоззрение, какой взгляд у них на мир, то есть высказывание там и Льва Толстого, и краткая история Фредди Меркури, что он был знаменитый, популярный, но одинокий человек, то есть различные вот такие истории из известных личностей, и почему в их жизни там были какие-то проблемы, и как человек все-таки зная Бога, его жизнь приобретала смысл. поэтому я думаю, что очень важно на первой встрече все-таки, чтобы люди слышали именно высказывание, взгляд, понимание знаменитых людей, известных людей мира. Можно знаете, известных еврейских и писателей, и личностей еврейских тоже давать, чтобы они рассказывали о их истории, то есть кратко вот такие вот, чтобы для людей было понятно, что они не ограничены вот только нами. Любая тема, которая будет звучать на Али в клубе, она должна быть интересной, она должна быть насыщена примерами, она не должна быть скучной, потому что если человек, который дает тему, спикер, он будет говорить скучно, без примеров, монотонно, это может просто, людям станет просто неинтересно, они могут просто в следующий раз не прийти. тема должна быть интересно подана. И после вот таких свидетельств, вот таких историй, можно завершать Алиф эту встречу, праздничную, праздничную встречу вот этого ужина. Мы завершаем какую-то песню, кто-то поиграет, кто-то какую-то песню сыграет или музыка прозвучит. Аид, всегда Аид, вот у нас тут написана такая замечательная песня. И после этого мы прощаемся с гостями. При прощании мы обязательно, вот лидер столика, лидер малой группы, помощник, должны взять координаты людей. Это очень важно. Вот вы посмотрите на этих людей, которые сидят у вас за столиком, и вы должны понять, это ваши люди, это вот те люди, которых вам дал Бог. Вот за этих людей вы начинаете молиться, за этих людей вы начинаете в хорошем смысле слова переживать. Этим людям вы начинаете помогать. И когда вы берете координаты этих людей, заполняете, может, в стиле анкетки или в какой-то списочек, вы скажите обязательно, что это не для того, чтобы надоедать, не для того, чтобы где-то раздавать ваши адреса, если человек не захочет дать. Это просто для того, чтобы знать, где вы живете, чтобы помочь вам правильно добраться до места. Я вам хочу сказать, что в Бердичье проще, но в Одессе, например, или в другом большом городе вы должны позаботиться о том, чтобы человек хорошо добрался после Али встречи до места. Вы должны переспросить, а как вы будете ехать домой. Если есть транспортное служение, если есть пожилые люди, можно предложить им отвезти этих людей домой. Вот. И вы берете телефоны, вот вы прощаетесь, вы обязательно встаньте, проведите людей до двери, скажите, что вам было очень приятно с ними познакомиться, что вы очень рады, что они пришли в гости к вам, что мы теперь не только уже не гости, мы уже все как одна семья. Вот на такой вот радостной, дружеской ноте мы можем заканчивать вот этот Алиф-ужин первый. И когда он заканчивается, еще скажу, что перед тем, как он заканчивается, перед тем, еще как люди начнут расходиться, обязательно ведущий он должен сообщить о следующей встрече Алиф-клуба. Обязательно. При прощании после песни «Аид всегда Аид», например, ведущий берет микрофон, тоже говорит хорошие, теплые слова и говорит, что мы будем рады вас видеть в следующие, например, воскресенье в 16.00 здесь, на этом месте. Хорошо, если мы еще людям дадим такие визиточки, приглашения на следующий Алиф-клуб. Вы знаете, при общении с людьми, когда люди обычно прощаются, они говорят, что как у нас было, ну, как нам было у вас хорошо, а можно я приведу на следующий Алиф-клуб вот свою соседку. Как вы отреагируете? Конечно. Конечно, приводите, обязательно. Ей здесь тоже будет понравиться, ей здесь будет хорошо, тепло и уютно. Вот. И когда люди расходятся, когда вы провели людей, вы знаете, вы приблизительно уже знаете, сколько человек у вас за столиком, сколько может быть на следующей встрече, потому что если они хотят еще привезти с собой людей, это тоже надо учитывать. И вы начинаете молиться. И вот эта неделя вашей молитвы за этих людей обязательно, каждый день вы должны подвязываться в молитву за людей. Обязательно в среде недели хотя бы один раз позвонить человеку. очень ненадоедливо, очень мягко спросить, как дела, как ему после ужина, как понравился, не понравился ужин, как он себя чувствует, сможем ли мы надеяться на встречу в следующее воскресенье с этим человеком, будем ли мы встречаться, спросить, будет ли он, сам придет или с кем-то, напомнить о себе, позаботиться о том, чтобы этот человек не забыл прийти на следующую встречу. Вот такой вот Алиф-ужин первый. Хороший, правда? Хороший. Он должен быть хорошо подготовлен. Вы знаете, если у нас Алиф-команда, она у нас будет стабильная на протяжении всего Алиф-клуба, то на праздничный ужин мы можем пригласить других служителей из общины. Вот здесь мы можем подключить и группу прославления, мы можем подключить танцевальное служение, детское служение себя покажет, мы можем подключить людей, молодежь, конечно, конечно, это же молодежь такие творческие. Здесь мы можем попросить людей, которые будут встречать, людей на улице, например, когда было на 120 человек, тогда нужно было кому-то накрывать на стол, носить это все, мы тоже приглашали людей из общины. Я вам хочу сказать, что когда мы говорили о вдохновении, что мы должны вдохновлять команду, как руководитель, очень важно, что если когда на следующую встречу после алиф-ужина праздничного придет не 120 человек, а придет 50 человек, нужно людей, команду поддержать обязательно. И мы сами должны понимать, что нельзя огорчаться. Не нужно огорчаться. Бог же знает, сколько людей дать именно вам, ваш алиф-клуб. Конечно же, если люди пришли, мы за неделю людям не позвонили, мы за людей не молились, мы просто за них забыли на неделю, потому что у нас есть очень много других служений. Мы заняты были в других служениях, и тут вот перед самой алиф-встречей, алиф-клубом мы за полчаса звоним. Говорят, ну что, вы придете на алиф-клуб? Это исключается. Это исключено. Да, среди недели нужно позвонить. Да, вы знаете, что тогда, говорю, тогда вопрос, почему пришло намного меньше людей. Но если команда, она действительно команда, она еще вместе собралась, помолилась хорошо за людей, имеет молитвенную цепочку среди недели, имеет пост, она имеет отношение с людьми, команда, тогда, ну не нужно расстраиваться, всякие бывают причины. Бог знает, сколько людей вам дать. Здесь еще срабатывает, смотрите, когда мы проводили концерт, когда мы приглашали людей, когда мы искали возможности неверующих людей пригласить на этот алиф-клуб, первый, там конкретно и открыто не заявлялось о том, что мы религиозная организация, то есть мы верующие люди. Вот. То есть люди могли прийти, ну как на продолжение концерта, и это тоже нормально. Вот. Но когда уже на первый ужин, на первый праздничный ужин, они видят, что мы верующие люди, когда, конечно же, здесь уже человек начинает выбирать. И очень многих, даже если они не принимали в своей жизни, не задавали такой вопрос и не принимали никаких решений идти в какую-то общину или церковь, чтобы узнавать о Боге, на этом праздничном ужине они что-то услышали, их заинтересовало, и они приходят на следующую встречу. Другие же люди, которые пока еще на их уровень только вот на концерте и поддержке дружбы, они могут, из-за того, что они услышали, что мы верующие люди, они могут уже не прийти. Это не исключено. Ничего страшного. Многие долго ходили только на праздники, только на концерты, только на первый званный ужин. Мы смотрим, прошло какое-то время, они появляются, они приходят, они уже на новый алип приходят. Поэтому по первой реакции, по первому приходу не надо делать заключение, разочаровываться, расстраиваться. Успех в чем? В постоянстве. Успех в постоянстве. Приняли решение, делаем, стараемся делать это, несмотря ни на что, ни на кризис, ни на погоду. Мы это делаем. И результат приходит. Потому что Дух Святой, Он открывает в нашем сердце, что это большая привилегия, это большая ответственность. Бог нам поручил души людей. То есть нет ничего важнее, ценнее, может быть, в жизни. Это то, что мы те, которым Бог может доверить души людей, которые должны прийти в Божье Царство. И если мы это понимаем, мы в этом движемся, мы этого хотим, мы понимаем, что люди, они, либо мы послужим им, либо мы выложимся больше для них, чем для собственного какого-то угождения, и они не пойдут в ад, они не пропадут, они не заблудятся, они приобретут своего доброго пастыря, и мы будем все вместе.